Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня я буду играть в игру под названием Хьюге. Сразу как я увидел данную игру, она мне сразу понравилась. Основная механика этой игры заключается в том, что нам придется манипулировать различными цветами. Например, там, допустим, фон какого-нибудь там синего цвета, а препятствия красного. Нам, например, нужно будет фон перекрасить в красный, ну, сделать фон красным, чтобы, типа, препятствие пропало, и там подобные манипуляции с цветами. Так, давайте же начнем. К сожалению, игра только на английском языке, нет русских, поэтому мне придется перевести игру. То есть переводить позже, и я звучу поверху. О, я чувствую себя страшно, что ты осталась всю эту жизнь. Третья, доктор Грей, пытался укрепить аннулянный спектрум. А ring I developed to allow perception and alteration of color. Some call them impossible colors. Impossible for Dr. Грей, maybe. Anyway, something went wrong. Так, ладно, придется потом переводить текст и озвучивать перевод. Ну, дело в том, что я, как бы, только где-то 60% всего понимаю только. Ну, где-то 60% могу сам перевести без переводчика. Ну, это мне позволяет некоторую суть уловить, что от меня хотят, например, делать. Но чисто, да, чтобы весь смыслом не потерять предложений, то мне приходится пользоваться переводчиком. У меня очень плохие познания английского языка. Так, когда будет интересная механика с цветами? Уже сам дизайн игры какой-то необычный. Чем-то лимба, наверное, напоминает. Человечек такой нарисованный белым. А все... Так, не понял, нам как-то допрыгнуть. Слава. Так, отлично, мы проснулись. Где мы до этого находились? Неизвестно. Может, это был всего лишь сон? Так, ну сейчас мы находимся дома. Так, мы можем... Фейте. Так. Можем идти направо и налево. Сначала давайте пойдем налево. Так, корабль, но с ним никак не взаимоделать. Клетки. Какой-то мужик. Наверное, это и есть капитан этого корабля. Так, мы-ка говорить не будем. Так, это башня, в которую можно зайти. Ну, смотрите, все. Тут закрыто. При этом... Стена кирпичная какая-то. Желтого цвета. Так, это, я так понимаю, цвет. Голубой. Который нам в будущем пригодится. Давайте мы сначала посмотрим, что у нас здесь есть на карте. Ничего, братья, такого не буду. Чтобы там что-нибудь сюжетное не случилось. И меня никуда-нибудь не переметили. Так, это мой дом? Нет, это не мой дом. Так, я вот отсюда пришел, получается. При этом мне никак не говорят, что я могу взаимодействовать с дверьми. Ну, то есть, мне вначале показали то, что надо, типа, нажать L, ну, левый стик. Вверх. А потом мне это никак не показывает, то, что я могу с дверями взаимодействовать. Возможно, надо все двери проверять. Так, вот, здесь уже розовый какой-то блок. Нам, похоже, нужно будет раздобыть розовый цвет. Так, нет, что-то я уже совсем далеко побежал. Наверное, все-таки мне нужно с тем мужиком поговорить. Так, тут не допрыгнуть. Как-нибудь потом, наверное, можно будет допрыгнуть. Как-нибудь потом, наверное, может быть. Так, ну, так, он что-то нам говорил про фонарь, я так думаю. Так. Так, ну, он постоянно что-то новое говорит. Это, наверное, как в Dark Souls. Так, ну, он даже уже по кругу пошел. Опять говорит то, что с Liked House, и я не совсем понимаю, что такое. Ну, и мне кажется, это фонарь. Лiked House. Может быть, это маяк? Ну, если дословно перевести, получается, свет-дом. Дом света. Дом света, наверное, это все-таки маяк. Так, подбираем синий цвет. Ну, это даже не синий, это голубой цвет. Как необычно все стало. Ну, точно, Лимба. Опа. Синец. 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 Мы уже привели к небу и откровались к небу. Это эта взрослая, эта неизвестная понимание, которая нас связывает. Но вы действительно видите блу, так же, как я его вижу? Может, блу не является больше чем черный цвет. Может, все в этом мире не видят ничего, чем черный цвет. Не видишь, Хю? Это... Это, почему мы здесь. Играет музыка. Так, дальше вон стало то же самое, что говорите. Так. А то есть я не буду цвета менять пока что. Так, надо все-таки было направо сбегать, посмотреть, что там будет. Смотрите-ка, на балкон можно выходить, оказывается-то. А я не знал. Какое-то зелье, но я до него допрыгнуть не могу. Так, ну в окно я тоже выйти не могу. Так, ладно. А дальше куда прыгать? В окно запрыгнуть не могу. Так, здесь тоже ни с чем не взаимодействится, ладно. Пошлите посмотрим, что у нас там справа находится. Итак, короче, игра закрашилась и у меня повредилась звуковая дорожка. Всегда почему-то, когда игра крашится, у меня звуковая дорожка повреждается и ее восстановить нельзя. Видеодорожку можно восстановить, а вот звуковую дорожку с микрофона, которая пишется отдельно, нельзя восстановить. Ну, к сожалению, я там... Ой, то есть, к счастью, я поставил паузу именно перед спуском и там, в принципе, между переходами локации у меня вылится игра. Но это, блин, минус. Так, давайте войдем. О, а вот сейчас без всяких проблем. Короче, когда я захожу в какие-нибудь локации новые, лучше останавливать записи и продолжать потом снова. Потому что может видеозапись повредиться. То есть, даже звуковая дорожка. Так, у нас тут есть карта. Так, мы находимся здесь. Она почему-то, эта локация, отмечается фиолетовой. Наверное, потому что мы здесь можем найти фиолетовый цвет. Эта локация отмечается голубым, потому что мы здесь нашли голубой цвет. Также здесь есть 0 из 2. Это что такое? А, это вот эти пробирки, которые... Одну из них я точно видел эту пробирку. Так, здесь у нас... Это переход между четырьмя локациями. Ну, то есть, между пятью локациями. И тут, я так думаю, мы сможем найти фиолетовый цвет. А всех остальных локациях там по... Четыре пробирки. А, четыре на четыре это шестнадцать. Восемнадцать. Восемнадцать плюс пять. Это у нас двадцать три. Двадцать три плюс пять. Это двадцать восемь. Всего двадцать восемь пробирок можно найти. Надеюсь, их не так лишь и сложно искать. О, кстати, вот для чего нам нужен был голубой цвет. Кажется. Нам надо было сначала сюда спуститься. Мы бы узнали то, что нам нужен цвет. Вернулись бы обратно. Взяли бы голубой цвет, но... Неважно, как я побежал. Так. 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 Вот похоже мы сейчас будем использовать цветы. Да. Вот. Все. Механика с цветом началась. Смотрите. Препятствие голубого цвета. Мы красим фон в голубой цвет. Мы красим препятствие в голубой цвет и оно пропадает. Так. Ладно. Я двигаться не могу. И перекрасить обратно в серый цвет я тоже не могу. Это потому что, чтобы я вот тут не запер. Так. Смотрите-ка. Я красить не могу. Так. Куда он пошел? Блин. Точно. Дверь же была голубого цвета. Когда я вышел, дверь была голубого цвета. Теперь, короче, на голубом фоне ее не видно. Я не могу выйти. А пока у меня зажат правый стик, я тоже ничего не могу делать. Ну ладно. Значит, нам нужно идти вперед. О. А. Подпрыгнуть тоже не вариант. Так. Здесь нам нужен желтый цвет. Так. Отлично. Дверь серого цвета. Значит, туда можно зайти. Отлично. Дверь серого цвета. Так. Все. Я обновил запись. И отлично. Теперь смотрите. Препятствие голубого цвета. Мы красим фон в голубой цвет и препятствий нет. Так. Так. для того, как это может быть. Так. Я снова на всякий случай, наверное, запись. Смотрите-ка, я не могу наверх подниматься. Ум. 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 Наверное, здесь какие-нибудь махинации с цветом надо будет сделать. Ум. 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 запись проигрывалась я как раз на концу коридора по запись до конца проигралась так запись была обновлена так ладно побежали пока я ничего красить не буду а вот сейчас мне нужно будет подкрасить любой цвет так что ты хочешь нам сказать вот и так она стала опять сначала все говорить так ладно сгибнем ее диалог так и сейчас нам нужно перекрасить фон любая так отлично давай вернемся к ней посмотрим что она теперь скажет то же самое же водяна гаванит да она тоже сама же говорить так ладно так так я сюда не могу выйти хорошо так ну это логично так странно кажется я понял как это работает нам надо с этой стороны тянуть ящик чтобы мы с этой стороны оказались так отлично и теперь мы вот так вот должны запрыгнуть так вот здесь у нас будут небольшие проблемы так мне кажется наш нам ящик может пригодиться так так кажется понял я не допрыгну мне кажется а нет допрыгну я думал все будет иначе мышка есть отлично я думал в общем то я ящик то есть двину сюда вот так вот так вот спрыгну и вот здесь встану и в общем то покрашу фон в голубой цвет чтобы вниз упасть а оказывается нам ящик не дал пройти сюда и нам надо было на ящик встать так так блин вот ужас как нам теперь быть смотрите значит там где-то справа даже должен быть новый цвет потому что нам мы сможем только залезть на эту лестницу с той стороны если мы пойдем справа налево а слева направо нам никак не залезть придется покрасить теперь мы можем только направо идти но очень интересная механика игры первый раз такое вижу так подождите я отсюда пришел да получается а вернуться обратно ну в принципе там можем вернуться обратно подождите а сорна не вариант так не вариант я же теперь перекрасить не могу ладно я понял мне все же надо два цвета чтобы у меня хотя бы было так отлично я теперь могу по камнем ходить потому что я бы сон вот сейчас уже какие-то загадки пошли но по сути а пока что они не очень сложные а теперь выход заваленок а ко мне теперь отсюда выбраться так блин вот оно что тихо аккуратно ай-яй-яй-яй все же меня догнал Похоже, я спрыгивать, блядь, с такой высоты не могу, да? Могу, отлично. Только нужно аккуратнее прыгать. Так, ну, значит, я понял, где мы можем экономить время. Мы просто очень много времени тратили на лестницах, когда спускались. Так, вот здесь аккуратно надо. Ну так, это что такое? Одна из 28 минут, да, я правильно посчитал. То, что нам нужно 20-80 брать. Аккуратно. Так, отлично. Эта лестница нам нужна для того, чтобы нам обратно подняться. Так, что тебе от меня надо? Новый цвет. Но я хочу сначала проверить, что тут у нас есть. Мы можем пройти дальше, не подбирая новый цвет. Но, возможно, сейчас он нам пригодится. Ну ладно, давайте возьмем. Конечно же, да. Потому что, похоже, мне придется очень долго возвращаться назад, если я вдруг сейчас убегу. Но цвет нам пригодится. Фиолетовый цвет. Ух ты, как красиво стало сразу. А я вот хочу вот... Чтобы небо было синим, голубым. А не фиолетовым. Ага. Подождите-ка. Я понял прикол. Ух ты, Ху, что пурпель находится на very end of the visible spectrum. Это самый сложный цвет для наших глазах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...